Приветствую вас и вам достаточно много, полно сказали о том, что никак нельзя достучаться до ваших мужей, пока он сам не пожелает избавиться от своей зависимости. Не отречая того, что сказали вам мои коллеги, не вступая с ними, скажем так, в спор, да, не вступая с ними в диалог, поскольку они действительно правы отчасти, мне бы хотелось вам сказать следующее. Понимаете, в чем дело? Зависимость по своей сути никогда не возникает просто так. У зависимости всегда, всегда есть определенные причины. То есть, вот почему ваш муж начал курить смеси? Что его толкнуло на этот шаг? Почему человек решил употреблять наркотики вообще? Для чего ему это нужно? Чего он хочет или хотел, или хочет добиться этим? Вот на какой вопрос вам нужно для начала попытаться ответить. То есть, понять причину, по которой мужчина, да, так себя, ну, вообще говоря, ведет. Что его заставляет так себя вести? Что он преследует, или правильно сказать, какие цели мужчина преследует, когда употребляет наркотики? До тех пор, пока не будут ясны эти причины, к сожалению, нельзя говорить о том, что ваш муж будет как-то исцелен. К сожалению, нельзя будет это говорить. Почему? Потому что, что бы вы ни делали, потому что, как бы вы ни старались, у него всегда будет эта причина. А причина для того, чтобы наши употреблять наркотики. И эта причина, к сожалению, вот просто так не ищет. Нужно дать мужчине возможность, в первую очередь, сперва, для начала, дать мужчине возможность, ну, вообще говоря, удовлетворить свои желания напрямую. Он пока пытается это сделать через наркотики. И вот нужно понять, чего он хочет. Нужно понять, что заставило его встать на путь, какие-то конфликты, неудовлетворенность, нереализованные желания и прочее. Что заставило вашего мужа встать на этот путь. И вот уже тогда можно будет говорить о том, чтобы вашему мужчине помочь избавиться от зависимости. Потому что, на самом деле, ситуация заключается в следующем. Понимаете, лечить можно что? Лечить можно зависимость. И можно лечить зависимость физическую. То есть, это вот именно та самая тяга, которая появляется уже как бы у организма. Да, привыкание к наркотикам. Это лечить можно. А вот, простите, сколько бы вы не лечили физическую зависимость, но если психологическая зависимость, психологическая, лучше сказать даже не зависимость, а психологическая необходимость, психологическая тяга с наркотиком, если остается, то вот она как раз таки. И будет сводить на нет все ваши, скажем так, усилия для того, чтобы мужа от наркотиков избавить. Да, я отдаю себе отчет в том, что наверняка вам не очень приятно подобное слышать. Я понимаю очень хорошо вас, но поверьте мне, что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, как бы вы ни хотели, мужчину нельзя избавить от зависимости до тех пор, пока у него есть эта психологическая зависимость. И вот об этом вам нужно в первую очередь задать себе вопрос, что толкает вашего мужа на принятие наркотиков. Если причина будет ясна, если вы будете отдавать себе в этом отчет, то вот тогда уже вы мужчине можете помочь, вполне можете помочь. Тогда ему просто незачем будет употреблять наркотики, если у него будут сняты конфликты, которые его на это изначально, ну, скажем так, толкнули. И вот это основная ваша задача. Дальше. Показать вашему мужу, что он делает какие-то неправильные вещи, да, относительно, ну, вот, кто принимает наркотики, можно лишь в том случае, если дать ему понять, что его желания, ну, которые вот он пытается удовлетворить через наркотики, они мимолетны. Они не приносят какого-либо удовлетворения в долгосрочной перспективе, а требуют еще, 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 еще наркотиков. И если удовлетворить желание мужчины полностью, а такое вполне возможно, я только что объяснил, как это сделать, то у него самого появится желание избавиться от боязни. Там вам просто нужно будет уже, как говорится, вовремя, вовремя подстроиться, вовремя быть рядом, помочь ему, и тогда все будет хорошо. В принципе, я думаю, что вполне реально сделать то, что я вам сказал. В принципе, я думаю, что вполне по силам вам будет понять, что мужчину двигало, когда он начинал опыта для наркотиков. Я также хотел бы вам задать еще вот такой вопрос, а именно по тексту сообщения вашего письма. Вы пишите, что он, значит, происходит уже давно, с перерывом в год, или с перерывом в год, бывает раз в месяц. Значит, вы с ним вместе 9 лет. Вот вы говорите, что он давно уже начал это делать. Это было до брака или в браке? Если было до брака, почему вы принимали его, ну, его увлечение такое, да, а сейчас перестали? Что изменилось? Он стал счастливым или как-то изменилось его поведение? Если же, это если вы браке, то есть нет, если до брака, прошу прощения. А если вы браке, тогда он абсолютно другого характера. Если в браке, то с какого момента, что повлияло? Опять-таки, очень важно на этот момент, что повлияло на то, что мужчина начал это делать. Ибо просто так от счастливой жизни человек не станет стараться, знаете, убедняться от реального мира. Вот у детей это часто происходит, у подростков, у, ну, я имею в виду, у юношей, да, это часто происходит от безделия. То есть энергия есть, девать ее некуда. И вот так люди приходят с наркотиком. А что у вашего мужа? Устранив внутреннюю причину, мы создадим предпосылки для того, чтобы знать вашего мужа от зависимости. Быть вам с ним вместе, не быть вам с ним вместе, решать вам, а помочь ему как человеку, я думаю, попытаться стоит. Что-то хотя бы из уважения к тому, что вы были вместе какое-то время. На этом все, надеюсь, что помогу вам. Вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.